Комбайны гудят, пыль с толбом. Значит, на полях республики в самом разгаре уборочная кампания 2022. Для комбайнера Рамиса Гельманова это уже 10 сезон. Сначала страды намолотил больше 200 тонн зерна. Говорит, погодные условия нынче как на заказ. Печально вспомнить, что было год назад. В прошлом году засуха была очень сильная. Самые урожайные, наверное, ожидается этот год, наверное. Рамис в поле не один. Одновременно работают пять машин. Им предстоит убрать зерновые и кормовые культуры с 4000 гектаров. Нужно быстро и без потерь завершить работы. В этом году урожай созрел на две недели позже. Сажали культуры только после майских дождей. 800 гектаров ячмень, пшеницу у нас около 500. Горох очень хороший в этом году урожайный. Урожайность радует. Где-то 57 центров пока идет ячмень. Урожай. Убирали площади озимой пшеницы. Там уже 58 центров вышло. В этом году в районе засеяли больше 28 тысяч гектаров зерновых. Теперь остается убрать все, что удалось вырастить. В день 500-600 рулонов выходит, потом измельченной соломой. Потом отсюда возят на хранение, потом скирдует. Часть уходит на корм скота, часть уже на постилку. Активно в компанию включилась почти вся республика. Зерна обмолочены на 123 тысячах гектарах. В двух районах к работам еще только готовятся. Это Отнинский и Бугульминский. С раннего утра экипажи в полях пока позволяет погода. Так, по последним данным о страде, в республике намолочено 380 тысяч тонн зерна. При средней урожайности чуть больше 41 центнера с гектара. Наибольшие показатели по намолоту у лидеров – Титюш, Нурлат и Буинска. Но подводить даже предварительные итоги рано. Большая часть работы еще впереди. Рамиль Галиулин, Алмаз Зеединов. ТНВ. Высокогорский район.